ламина всех приветствует дорогие друзья с вами л и добро пожаловать на продолжение прохождения игры под названием horizon zero done мы вместе целой дошли до такого потрясающе красивого места вы только посмотрите на этот вид горы снег красота сейчас нам не необходимо набрать квестов и потихонечку мы с этими крестным будем разбираться капитан балан говорят вы недавно прибыли из меридиана что меня ждет на пути все плохо машин стало больше и говорят среди них есть зараженные не сумели мы их держать держись дорог так безопаснее хотя похоже ты девчонка не испугливых ценное качество подкинул бы задачу если не против заскочить на восток да нагло с моей стороны ты ведь нам уже послужило но взамен могу предложить ответы все что хочешь узнать о доме солнце что еще вы можете рассказать о пути в меридиан король ават много сделал чтобы этот путь стал безопасным но следить за порядком стало еще труднее чем когда шла война машины становятся все опаснее угрожают разбойники а теперь еще и зараза едва хватает бойцов чтобы держать заставы она дороге но все на твой страх и риск здесь не проходил олен из озерам дважды он был в составе королевской делегации они прошли туда и обратно они рассказали о том коварном нападении я вам соболезну знаете где он сейчас точно нет но он шел меридиан в этом я уверен все идут в меридиан а что это вообще за место солнечная башня на восточной границе карха там торговый пост застава и у вас они ходят дурная слава при нашем безумном короле сюда сгоняли пленников нора прежде чем отправить в меридиан и принести в жертву но это в прошлом король солнце ават приказал не следить чтобы снора на этой заставе обращались почтительно а в каких сейчас отношениях карха и нора король ават хочет мира говорят матриархи тоже но старые раны заживают долго оба народа горды моя задача проследить чтобы с нашей стороны не было провокаций особенно теперь когда смысле после того подлого нападения на вас а каков меридиан он переменился вышит жизнью совсем не такой как был при короле джеране ават сделал все чтобы порвать с прошлым рабство было отменено заключен союз с озерам кольцо солнца где погибло столько людей стало мемориалом павшим что надо сделать тогда пришла весть о зараженных я отправил на восток патрули опасения подтвердились закрыли врата но на той стороне остались наши ребята валид расскажи ей машины напали на нас рядом сброшенной деревней нора лахир приказал отступать а потом я потерял их не видел женщин нора боец прояви уважение говори я не мне лахир приказал доложить командиру я и доложил но нельзя было их там бросать врата снова открыты можно начать их поиски постараюсь разыскать ваших людей буду признателен а уж вали ты подавно слышал олух повезло тебе как говорится поможем чем сможем я вижу еще одно задание или безумный бред этих шамачин нора ненавидит яркие цвета ты что-то говорил про беды в землях банок что я это вслух да уж из-за треклятых долгоногов уши стали совсем плохи ну да говорил вернулся вот из зарубки думал там разжиться деталями и осколками и понимаю не разжился банок только причитают о новых машинах и говорящих душах а кошельки у них на замке что такое торговый путь без торговли просто дорога торговый путь думала банок держится особняком ну банок и озерам в конце концов соседи разве может пара тройка гор разделить друзей у меня там остались знакомые пытаются вырубить доход изо льда но говорят лед не рубится тамошние предрассудки и буйные машины тоже делу не помогает а что там у них за новые машины честно я даже не знаю судя по количеству похорон такие от каких лучше держаться подальше я не испугливых вот доживешь до моего возраста может охота в доме солнца станет тебе больше по нраву у нас потеплее а что это такое зарубка когда карха вторглись на земли банок на том месте куда пришелся их удар осталась зарубка так это бывшее поле битвы когда лима перед священной землей туда можно попасть через перевал к северо-востоку отсюда туда пускают странников выносливых как ты но не рассчитывая на теплый прием уж тем более теперь новые машины говорящие души интересно но еще бы по тебе сразу видно что же я тебя предупреждал в горах на северо-востоке есть перевал это прямо закладом смерти не пропустишь на той стороне есть подобие поселения вот может там тебе отговорят за совет спасибо но все-таки интересно будет посетить новые места где мы не были так давайте посмотрим что у нас по заданиям так зараженная зона я кстати купил новый предмет новый лук охотничий лук карха тьмы у него получается три модификации и но у рода боеприпас это пробивающий броню боеприпас так что на некоторых монстрах машинах очень даже будет полезно так задание какой ближе возьмем можем на чужой земле сбегать или лагеря разбойников давайте сюда сбегаем посмотрим что это за лагерь 320 метров принципе нам главное как туда пройти мы здесь можем да мы принципе можем проскочить интересно выполнять такие маленькие задания потому что дополнительные всякие детали открывается можно посмотреть последить по исследовать мир надо какой-нибудь все там видел навыках я один навык интересный получается то что мы можем то животное которое мы приручили вызывать как по типу как плотва в ведьмаке на одну кнопку нажал она прибежала поэтому можно будет докачаться и изучить черный дым красная ветошь бандиты как те что были в жажде без а теперь надо будет поаккуратнее так берем наши охотничьи стрелы правильно это же бандит до враждебный человек потихонечку понемножечку сейчас мы будем их истреблять главное в голову попадать он уже упал все понял оказывается одного выстрела им достаточно так где еще у нас это пленники отметим врагов что мы могли видеть их это кто такой а это какой-то силач то сильный и и лозу вот этого ближнего так потихонечку мы будем их вырубать вот еще один есть у нас интересно получится бесшумно и всех убить хочу попробовать сигнальное устройство разбудит весь лагерь и наверняка соседней тоже вот почему не попала ну по крайней мере шум не подняли это уже хорошо где он там си вот он тут что-то подозревает уже спалили как так я вроде пытался не палиться вот 8 уровень кстати а мы можем его с высокоточного почему бы нет у него урон гораздо больше нежели чем у тех это все начнем с верхних начала верхних мы уберем потом пойдем дальше вот они возвращаются и второй вот так в принципе гораздо интереснее даже потихонечку с ними разбираться кто-то меня кто-то заметил они возможно трупы замечают и отсюда начинают уже поднимать какую тревогу вот почему я по нему не попал этих я не видел да они наверное замечают трупы еще двое ниже сюда поднимается и последний у нас остался получается мы вообще не не подняли тревогу уже здорово получается все как мы красиво все сделала до это даже интересно чему чем устраивать потасовки по прикольней какое такое так сохранимся чтобы это было не просто так мы эти все припасы должны будем собрать потом пойдем уже смотреть какие можно это что такое какое-то новое оружие офигеть я хочу его испробовать давайте попробуем она слабо хотя ну давай посмотри сюда ну прикольное оружие в принципе интересно будет пострелять с него по крайней мере попробовали что-то новенькое первый раз такое оружие вижу так компоненты все таки пойдем заберем все таки там бывает и редкие компоненты которые нам необходимо будет ядро машина она очень дорого стоит так принципе мы можем посмотреть что у нас дальше по квестам есть дела на чужой земле давайте туда сбегом осмотреть брошенную деревню в принципе я думаю тоже по пути выполни по бочке потом посмотрим на основные квесты поэтому принципе спешить нам некуда я вообще хотел бы пройти эту игру на как сказать на расслабоем ну принц можем рукопашки вот и другое дело нас поможем еще бодаются почему эти стреляют они же вроде раскорение стреляли я даже не помню чтобы рискали стреляли да конечно сейчас подойду спасибо за то что спасла меня пожалуйста возьми а нам коробку с наградой дали хорошо спасибо лишним подарок не будет легкое задание хотя а так мы же до него даже не дошли здесь погиб один из воинов остальные бойцы отступили куда так предполагаю что нужно будет идти по следу да так путь отобразим и пойдем опять какую-нибудь заварушку нас плетут там наверно новое животное будет новая машина который мы может не видели а может быть и видели интересно будет посмотреть эти кстати буйволов я не видел до этого это а это торговец да что тебе нужно дуга лоб что-то он прям пытается зайти к нам вот любопытные а мог бы себе жить поживать но видимо он решил и по-другому так нам куда идти то посмотрите местность там какой-то труп труп наверное должен быть шлем это не может быть шлем того солдата кто-то тут чуть не лишился головы а потом убежал значит пойдем по следу а повсюду кровь машина затащила что-то в воду но может он сумел добраться до острова интересно не уж то ли это означает что здесь будет еще машины которые в воде передвигаются во второй части я точно видел в трейлерах самой игре то что там имеются такие машины подводные именно крокодилы всякие так далее вот и крокодилы вау офигеть щелкозуб давайте прочитаем про эту машину записная книжка щелкозуб это новый неизвестный нам способен атаковать как на суше так и в воде несмотря на свои размеры способен очень быстро добежать до цели плывище уязвима к огню емкость с огнежаром тоже уязвима к огню в принципе уязвим к огню сопротивляемость холод холодом его бить бесполезно но лезть я к нему не хочу пока не узнаю что здесь происходит лишний раз затеивать бой с машиной которой я не знаю это было бы самоубийством хотя по моему придется это сделать еще раз кори веря птиц убью всех я а на биры тут друзья я не ожидал что меня найдут тем более что это будет нора а я не ожидала встретить тут полуголого певца мне стыдно за свое поведение думал мне конец идем твой командир ждет в солнечной башне я не хочу чтобы меня вела туда нора как пленника ладно пойдешь один эээ стой слушай на меня напал щелкозуб он сажал мои доспехи и лук и он все еще где-то рядом я не могу вернуться без оружия найди мой лук пожалуйста найду только ты давай без песен я тебе должен сказать что там не один щелкозуб а целых два так он уязвим давайте сперва собьем компоненты а он еще стреляется да в принципе логично как будет но не совсем приятная машина потому что она стреляется каким-то хладогеном дополнительные ресурсы нам будут очень даже кстати блин это кто идет у нас прям объявили охоту и прям в воде причем да чтоб тебя зачем вы сюда идете будь что посмотреть что ли интересно всем взяли все пришли кому не лень у меня было задание просто убить щелкозуба пришли все кстати вот эти вот стрелы которые компоненты сбивают очень даже полезны если потихоньку с каждым справляться я думаю никаких проблем не будет но еще кабана успели убить так веточки палочки нам нужны потому что надо пополнять боеприпасы ну что ж лохир удачи тебе забирай спасибо я я не хотел погибнуть на чужбине как мои ребята да примет их солнце лохир лохир я должен сказать что ты очень удачливый что мы тебя вообще смогли найти если мы тебя не нашли скорее всего ты бы погиб и зараженная зона двадцатого уровня двадцатый уровень серьезно но мы хотя уже восемнадцатого уровня есть охота квест кстати охотничьи угодья если что я буду проходить просто за кадром потому что очень долго делается давайте охоту пройдем а мы это уже прошли я просто туда него не добрался пять тысяч опыта где это находится а это очень далеко мы сюда еще скорее всего по квестам придем значит побочные без должной защиты дирида заберите то что он украл у нас есть средства быстрого передвижения поэтому в принципе я их воспользуюсь ими чтобы не бежать так далеко как раз отдадим и придем уже обратно на костер и получается этот квест еще с предыдущего раза не забрал что ли а надо разыскать кого-то дирид пойдем поищем куда он мог забраться вот он дирид а ты кто от каравана пришла чего какого каравана который ты подставил думал не будет стрел не будет и выживших не останется свидетелей послушай я весь долгах не заплачу мне оба глаза выкалют понимаешь ой 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 ты еще кто такой чем тебя атаковать то хоть ловчий ловчий вон он я только глаз его вижу вот он дай хоть посмотреть на тебя так мы что нибудь знаем о ловчем ловчий туловище имеет уязвимость к электричеству машина умеет маскироваться с помощью искривления лучей света она ставит мины и атакует цели издалека дротикомет миномет стелс поля так получается нам нужно будет электричество теперь будем целиться по компонентам дротикомет где твой не сильно ли больно ты меня бьешь в принципе с этой машины можно справиться очень хорошо электрические гранаты справлять свои задачи так там еще компоненты были вот у меня пока тактика такая на машин мы используем сбивающий компоненты стрелу и сбиваем множество всяких вот деталей хорошо что мы успели изучить хотя бы немножко уязвимость к чему уязвим машина поэтому справиться с ней стало гораздо легче а где ты там каравана не выжили естественно я успела вовремя спасибо я заключаю солнце в объятия да сожжет она мои грехи подаль ну хоть умер достойно и сразу посмотреть что там да ну конечно некрасиво с его стороны блок подвергать опасности своих же ребят взял и кинул кидала получается сейчас обрадую ребят что мы нашли все и того кто подставил их то обрел и обрек их на верную смерть вернулась и певчий ядра при тебе одерет и его убил ловчий просто жуть ты одолела ловчий нет чего получишь прибавку вот возьми мою долю заслужила дальше я справлюсь сам теперь нам особо нечего бояться даст бог помощь получается теперь мы в принципе можем идти по основной цепочке квестов в город солнце столицу и для этого мы сперва телепортируемся сюда нас еще 5 ком 5 компонентов быстрого перемещение перемещение имеется поэтому можем себе позволить они еще крафтится ловчи даже очень интересная машина уходит в стелс и и не видно главное наверное дротикомет этот с и минометом убрать мир за пределами священной земли мне нужно найти воли и добиться от него правды кто были те убийцы как увидели меня через его визор кто это женщина та что так похожа на меня зачем им меня убивать след олина ведет в мире делом когда я найду я заставлю его заговорить и он ответит за все изо всех может быть это убийцы того самого карха лидера предводителя это мои предположения так здесь где-то был неподалеку длина шей я к нему кстати бы сбегал чтобы окрестности близлежащие просмотреть и понять где что может быть я наверно так и сделаю сейчас бегаем до него 400 метров 500 метров по крайней мере мы сможем потом хорошо смотреть посмотреть зону где мы находимся самое интересное в этой игре меняются постоянно локации вроде ты только что был в зимнем каком-то биоме сейчас вот степи интересная смена открытый мир да и притом красиво никакие виды разве не красота новые птички надеюсь они на нас опадать нападать не будет кто такой это долгонок здесь уже обитают другие птицы визы поймал еще один сигнал но новые животные нет это долгонок это долгонок с кем мы уже воевали а там кто бизон обалдеть новое животное новый механизм рыскари тут повсюду причем их очень много так рыскарь хотя забрался на камень быстро ночь наступила и крокодильчики это тоже крокодильчик я приближаюсь к источнику сигнала блин как же неудобно я попал главное чтобы он не заметил меня вот не заметили вот это я попал да какой не шуметь тут уже все кому не лея меня видят в принципе можем спрятаться еще когда тебя добраться может отсюда хотя он далеко вы совсем близко ко мне подошли уже но это было подло тык стороны придется воевать мне больше это птица блин так птица к чему уязвима так птица у нас называется как поршун к огню огонь огонь значит огонь да что такое сперва от птиц избавится так сделаем вот так тогда и спрячемся и спрячем так птичка этого деталь вот хорошо и еще раз две машины это уже большая проблема ладно хоть компонентов как забраться на длина шея но защита от холода кстати нашел наверно все таки отсюда наверно с той стороны нам потому что он близко той стороне подходит о нет получается еще один крокодил да так добить у него вот это вот которая под пастью находится резервуар его надо сбивать сперва и тогда очень хорошо получается с ним справиться ну не стреляй может быть с того холма можно будет забраться на него вот получилось у каждого длина шеи еще разной конструкции есть и и и и и и и и хорошо так что же мы открыли большую местность мы открыли принципе мы можем отсюда просто прямо 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 и все и как раз мы доберемся наверное доме риде но бежать надо будет очень и очень далеко таковым почему пока цены кстати ну ладно лишние компоненты нам будет очень даже кстати а почему этот был огненным хотя вроде особенность наверно такая это тоже к цены для дополнительных деталей почему бы и нет тем более на новую броню там какие-то вообще немыслимые компоненты необходимы а Субтитры сделал DimaTorzok Да не дергайся Дергаешься, попасть в тебя нельзя Еще и птица Ладно, хватит нас на сегодня охоты Вот это еще подберу Морозильную воду И побежим Повсюду какие-то павшие машины Видимо еще какие-то машины охотятся на другие машины Поэтому так получается Лагерь разбойников Надо будет помочь Все равно по пути Он один стоит здесь что ли Вот его не пробить просто так Сейчас тревогу подниму Нет Ну почти тревогу поднял Так, я же могу ловушки расставлять Почему бы и нет Я в принципе могу вообще сделать ужасно Да, бегите сюда Да, бегите сюда Да поднимай тревогу Это как поиграть в тир Практически Неудобно ночью Не видно ничего Почему он светится Ну тогда так будем Охотиться на вас Не подмогу прислали что ли Они даже не реагируют на меня Ой, дураки Зачем вы так делаете-то Да как разыщить это Да я сам Вот он я Стреляй Конечно уничтожу Вы же бандиты Лагерь-то, кстати, крупный Большой Это даст мне преимущества Это другое дело С такой-то пушкой Всем остальным вообще по барабану Тут терминатор просто ходит Тут просто ходит терминатор С огромной-огромной базукой И всем по барабану И всем по барабану 10 тысяч мы получили за этот лагерь Обалдеть Круто Сейчас детальки пособираем 21 уровень Хорошо И навыки получили Здорово Хотя тут, наверное, боеприпасов всяких Очень мало Вот Вот тут много всего Много компонентов Вот не зря зачистили Хорошо по компонентам вышло Ловушки Значит вещь Прям хорошая штука Ну что ж, дорогие друзья На этой ноте Я с вами заканчиваю Спасибо, что посмотрели данный ролик Огромное спасибо за ваши лайки Комментарии Пишите их почаще Я тебя тоже очень рад видеть Если ты про это И вас, ребята, я очень рад Буду видеть на следующих роликах Всем спасибо Удачи До новых встреч Пока-пока Пока-пока